всем привет с вами снова диего кипер скажите вы когда-нибудь смотрели дешевые фильмы согласитесь во многих из них актеры играют будто деревянные но что если не актер виноват в этом а воздействие SCP объекта интересно правда объект номер SCP-2034 эффект тюссо класс объекта кетер особые условия содержания ввиду плохо изученной природы SCP-2034 его содержание в настоящее время практически не представляется возможным активы фонда и персонал назначенные на SCP-2034 занимаются мониторингом на предмет вспышек SCP-2034 среди гражданских лиц и по мере необходимости распространением амнезиаков если и когда эффекты SCP-2034 прекратятся в случае высокопубличного характера SCP-2034 например в случае поражения знаменитости общественного деятеля мог и псилон 89 никто принимает меры для сведения к минимуму контактов пострадавшего с гражданским населением если это возможно до тех пор пока воздействие SCP-2034 не прекратится после прекращения эффекта сотрудники фонда осуществляют мониторинг интернет дискуссий относительно SCP-2034 и в сотрудничестве с производителями видео и фототехники проводят дезинформационную кампанию с целью в максимально возможной степени нормализовать сообщения об SCP-2034 кроме того персонал фонда сотрудничает с ведущими СМИ для подавления распространения определенных фильмов телепрограмм видеоклипов с участием малозначительных знаменитостей пострадавших от SCP-2034 все проданные копии этих фильмов телепрограмм должны быть по возможности выкуплены агенты фонда работающие в интернете и в области психического здоровья занимаются внедрением сфабрикованных результатов исследований и убеждений определенных лиц в подлинности эффекта тюсо в качестве прикрытия для продолжающегося публичного проявления экземпляров SCP-2034-a эти меры предпринимаются в координации с процедурами сдерживания предназначенными для ограничения доступа населения к экземплярам SCP-2034-a примечание эффективного или постоянного решения этой проблемы не найдено если не считать обработки амнезиаками большей части населения мира все действия в отношении сдерживания предназначены для ограничения воздействия SCP-2034 а также ликвидации любой возможности публичной огласки описание SCP-2034 представляет собой явление при котором определенные лица по оценкам основанным на случайных наблюдениях эффекту подвержено от 0,86% до 0,0% от населения любой страны перестают восприниматься цифровыми носителями информации такими как фотографии и видеозаписи как живое существо вместо этого пострадавшие изображаются как неодушевленная кукла или манекен далее SCP-2034-a поскольку экземпляры SCP-2034-a нельзя определить чисто визуально неизвестно является ли воздействие SCP-2034 сенсорным или меметическим пока неизвестно когда SCP-2034 был впервые обнаружен поскольку по факту к SCP-2034 были отнесены ранее не связанных или ошибочно определенных проявлений первый подтвержденный живой экземпляр SCP-2034-a был обнаружен 2000 когда камеры безопасности в коридоре зоны запечатлели двигавшиеся рывками по коридору неодушевленный манекен хотя на самом деле в это время по коридору проходил доктор Блэр доктор Блэр очевидно не был осведомлен об эффекте SCP-2034 примечание смотри инцидент 34-1 в дальнейшем были обнаружены новые проявления SCP-2034-a или признанные таковыми постфактум преимущественно с участием знаменитостей и или общественных деятелей примечание вероятно из-за очень публичного образа жизни таких субъектов а не отдаваемого им SCP-2034 предпочтение идентификация новых экземпляров SCP-2034-a проводилась перечеркнуто по-прежнему проводится с помощью фотографий и видеозаписей наиболее ранние из которых относятся к началу 20 века инцидент 34-1 какой-то момент между 2010 и 2011 годов актер ранее идентифицированный как экземпляр SCP-2034-a перестал проявлять признаки воздействия SCP-2034 все фото видеозаписи на которых ранее отображался в образе куклы чревовещателя начали показывать его в нормальном виде интервью с господином не выявила ничего аномального ни при прямом общении ни на записи после инцидента был проведен пересмотр материалов ранее идентифицированных SCP-2034-a в ходе которого обнаружилось что у 45 процентов из них эффекты SCP-2034 более не отображаются кроме того обнаружились новые SCP-2034-a на ранее признанных не аномальными носителях ввиду нехватки информации об эффекте SCP-2034 неизвестно может ли ранее пострадавший подвергнуться им повторно и может ли для определенных лиц эффект быть неприходящим таким образом список подтвержденных случаев SCP-2034-a ограничен персоналом работающим с SCP-2034 приложение после лет мониторинга были установлены приблизительные сроки действия эффектов SCP-2034 у всех из обнаруженных проявлений эффект SCP-2034 прекратился в течение четырех лет Единственное до сих пор длящееся проявление случай английской актрисы Табрише Пембертон 1896-1950 годы жизни фильмы с которой продолжают оставаться под действием SCP-2034 МОК «Эпсилон-89» отмечает резкое увеличение количества запросов в интернете Табрише Пембертон, Тоби Пембертон «Деревянная» и винтажная актриса «Манекен» а также торрентов сохранившихся фильмов госпожи Пембертон, все из которых поражены SCP-2034 Ввиду отсутствия изменений в аномалии фонд занимается захватом всех уцелевших физических копий фильмов госпожи Пембертон, в том числе оригиналов и копий негативов, домашнего видео и записанных телезрителями копий фильмов и подавлении всей информации от Абрише Пембертон 2012 года начато внедрение агентов фонда в английские правительственные учреждения для удаления всех записей и упоминаний документов о рождении, данных переписи населения, контракты Упоминающих Табришу Пембертон В части записей Табриша Пембертон заменена предками выбранных агентов фонда Выжившие родные и близкие обработаны программируемыми амнезиаками для удаления всех воспоминаний о госпоже Пембертон Семейные фотоальбомы и домашнее видео были ненадолго конфискованы и изменены Попытки отслеживать и удалять цифровые копии фильмов госпожи Пембертон как правило неэффективны и требуют действий по дискредитации подлинности фильмов находящихся до сих пор в обращении Агенты фонда взяли под свой контроль соответствующие торрент раздачи распространяя фильмы под новыми названиями в том числе заменяя вступительные титры и приписывая голоса персонажей госпожи Пембертон менее известным актрисам озвучки По состоянию на 2014 год количество торрентов с фиктивными именами превышает количество оригинальных торрентов на процентов На этом всё Огромное спасибо что дослушали этот подкаст до конца Если вы хотите самостоятельно заняться исследованием SCP объектов приобретайте наши красочные артбуки на портале artstp.com и группе ВКонтакте SCP Foundation Спасибо за внимание и до встречи в следующих подкастах.